Я всех приветствую, братья и сестры, всех, кто сегодня с нами пришел в Дом молитвы для того, чтобы поклониться Господу. Прежде чем мы будем читать Слово, я хотел спросить всех присутствующих сегодня, кто пришел под покров Дома сего, какую цель я вижу или преследую, когда иду в Дом Божий? Какую цель? Почему я спрашиваю? Потому что это очень важно для каждого. Как для тех, кто пришел послушать, так и для тех, кто говорит и участвует. Потому что цель мы можем преследовать разную. Я давно не был в молитвенном доме, я хочу увидеться с друзьями. Хорошая возможность. У меня бизнес, им нужно решить вопросы. Удобная возможность встретиться с тем, кто работает со мной в этом бизнесе, обговорить все вопросы. Я иду. У людей есть плохие намерения. И мы встречались с такими фактами, когда люди приходили в церковь для того, чтобы продать наркотики. Кто-то идет для того, чтобы поставить галочку. Окей, хорошо, я засветился, пресвитер меня увидел, я живой, я нормально, у меня все хорошо. То есть, каждая душа имеет определенную цель для того, чтобы прийти в Дом Молитвы. Конечно, мы говорим и о хороших вещах. О том, что человек идет для того, чтобы послушать Слово Божье. Где-то открыть душу свою, помолиться. Разные цели. Слово Божье нам говорит, дом мой, домом молитвы наречется. Дом молитвы – это место Божьего присутствия. И Христос однажды сказал ученикам и окружающему Его народу, Он сказал, Евангелие Матфея 18 глава, 20 стих. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Ведь можно собраться, но не во имя Господа. И с другой целью совершенно не направить свои мысли к Богу. И там нет Господа, там нету Бога. Христос сказал, где двое или трое или больше во имя Мое, это обетование, Я посреди них. И поэтому место, где пребывает Бог, мы должны посещать, когда бы это ни было. Какой бы ни был этот день воскресный или будничный, если есть мероприятие, мы должны регулярно и с усердием по возможности своей приходить. Для того, чтобы быть в присутствии Божьем, для того, чтобы быть в присутствии Духа Святого, чтобы Господь наполнял. Конечно, мы каждый можем сказать, что Господь всегда с нами тогда, где я нахожусь, хоть в машине, в доме, где угодно. Но здесь особое есть благословение, которое человек получает, когда мы собираемся для того, чтобы быть в присутствии Божьем. И тогда, когда мы идем, когда мы вступаем, возможно, даже в эти стены молитвенного дома, каждая душа должна чувствовать вот это благоговение, когда мы приходим сюда. Почему? Потому что если мы с таким чувством приходим, с таким желанием приходим, то, когда мы уходим отсюда, мы несем с собой благословение, которое получаем от Господа. Мы несем это благословение. Мы здесь получаем то, что становится более понятнее нам Слово Божие, потому что мы можем читать его сами, и порой нам не открывается, и порой мы годами читаем одно и то же место Священное Писание, но в какой-то момент оно открывается по-другому, особенно, потому что там Господь, Он открывает нашему сердцу Слово Свое. Оно ближе становится. Почему? Потому что ближе и доступнее нам Христос, Господь с нами, потому что прекраснее и тверже надежда на нашу вечную жизнь. Давайте прочитаем Псалом 83. Несколько стихов. Псалом 83. Начальник у хора на гевском орудии. Кореевых сынов Псалом. Как вожделены жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилище, и ласточка гнездо себе, где положит птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой! Блаженны живущие в доме Твоем! Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Блажен человек, у которого стези сердца, мысли, желания направлены к Тебе, Господи. Оно действительно... Какое точное выражение дает нам автор этого Псалма! Какое трогательное и решительное восклицание! И давайте посмотрим, почему побуждало человека написать такие удивительные слова. Что влекло Псалмопевца сказать эти слова? Как вожделены жилища Твои, Господи, сил! Знаете, под звуки музыкальных инструментов, серебряных, медных, под звуки барабанов и тарелок, труб различных, под аромат возжигаемого фимиама, которое происходило в храме Илладана, наполнялось служение в Иерусалимском храме, открывалось служение в присутствии Божьем. Вот это величественное зрелище, оно вызывало в сердцах истинных израильтян глубокое, воодушевленное ликование и прославление к Богу. Знаете, любое служение в Доме Божьем, любое служение, какое бы оно ни было, там, где собраны во имя Господа, оно приносит благословение. Оно приносит много благословений. Почему? И что именно приносит благословение? А приносит благословение то, что мы собираемся вместе, то, что мы общаемся, как братья и сестры, вместе, для того, чтобы вместе единодушно воззвать Господу и прославить Его. Давид говорит в Солом 15, 3 стих, «К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое». Удивительно, что обильные благословения приносит и слышание Слова Божьего. Слышание, потому что мы понимаем Его совершенно по-другому, тогда, когда мы открываем стези сердца своего, направляем их для того, чтобы прославить Бога, к Богу. И в 18-м псалме с 9 стиха мы читаем такие слова, говорит автор, «Повеления Господни праведны, веселят сердце, заповеди Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни, истина, все праведны, а не вожделение золота и даже золота, множество золота чистого, слаще меда и капель сода». Что еще дает благословение? Что еще приносит благословение для души, которая приходит в дом молитвы? Это жертва сердечного служения и прославления и славословия Господу. Это то, что когда грешник кается, и мы слышим его раскаяние, когда грешник приходит, если есть таковые, а таковые сегодня есть тоже, которым нужно каяться, которым нужно прийти. И это все несет благословение для народа Божия. Поэтому сегодня мы читаем эти удивительные слова, которые говорит автор, «Как вожделены жилища твои!» Потому что блажен человек, который идет с открытым сердцем, и мысли его уже от раннего утра направлены к Господу. Знаете, не золото и серебро делали храм прекрасным, его торжественным, потому что ученики восклицали и говорили, «Господи, посмотри, какие прекрасные стены, какие своды, какие все!» Они восклицали от этого, от радости. И я думаю, что даже не служение, которое проходило в храме, оно делало его величественным, а присутствие самого Бога в нем. Потому что однажды Христос сказал, когда этот храм оставался и таким же в служении, люди приходили туда, но Христос видел сердца людей, которые пришли, и с чем они пришли, и Он сказал такие слова, «Се остается дом ваш пуст». Знаете, это страшно. Когда дом пуст, когда нету Христа, когда собраны туда люди. Поэтому как хотелось, чтобы наше сердце имело вот эти направления, мысли, стези для того, чтобы прославить Бога. Потому что Он близок, тогда, когда идет проповедь. Потому что Он касается души, когда мы объединяемся в молитве. И Он обновляет сердца людей, которые пришли. Там, где Бог, там всегда успокаивается всякая боль, с какой бы человек ни пришел. Там, где Бог, там оживает надежда и упование. Там, где Бог, там укрепляется, становится тверже вера. И знаете, наши богослужения, они не достигнут цели, если мы не будем иметь общение с Богом. 83-й Псалом, в котором мы читали 11 стих. Когда Господь благословляет, то один день во дворах Его лучше тысячи. Аминь. Помолимся, братья и сестры.